Олимпийская чемпионка Юлия Розарипова вернулась в Волгоград, показала журналистам свое лондонское золото и рассказала, как шла к победе. Напомним, наша землячка, около года назад уехавшая в Казань, завоевала на Олимпиаде первое место в беге на 3000 метров с препятствиями. Тепльчас. Этот вид спорта был введен в программу Олимпийских игр 4 года назад. Хочу сказать всем большое спасибо, потому что я знаю, что все за меня искренне болели, переживали. Ну, ничего особенного не было перед стартом. Я к этому старту готовилась, как к обычному подходила. Таких волнений не было, переживаний тоже не было сильных. По дистанции голова была у меня холодная, поэтому могла легко переключиться в плане того, чтобы поменять тактику, если бы пришлось бы. Ну и, наверное, я же не одна к этому пришла. Не, наверное, а точно. Мы шли к этому долго и с папой, и с тренером. И, наверное, большая часть все-таки моей победы я бы отдала тренеру. Моя часть, где-то, может быть, 30%. И, наверное, этой победы не было без вас, без, наверное, Волгограда, без моего светлого Яра, где, в принципе, я тренировалась большую часть времени. И спасибо всем за мою победу. Каждый тренер спортсменки сделал свой вклад в Олимпийскую победу Зариповой, поэтому она перечислила их всех. Первый тренер – Иванов Михаил Викторович. Это вот папа мой. А второй тренер был, который, в принципе, меня вывел на определенный результат, вывел на мастер спорта – это Долгов Иван Ефимович. Затем был тренер, который мне помог именно морально подняться, бороться какой-то барьер. Это вот Наумов Геннадий Сергеевич, которого сейчас с нами нет. Ему, конечно, я бы хотела сказать очень большое спасибо, потому что у меня был такой тяжелый период после того, как я выполнила мастер спорта. У меня в жизни, ну, как бы вы знаете, у девушек начинает формироваться организм, начинает поправляться. И у него были такие золотые слова. Он как бы не заставлял худеть, не заставлял там, не убирал еду. Наоборот, всегда ставил на стол, полный стол был, печенек там всяких. Но он всегда говорил так на сборах. «Юля, когда ты похудеешь, лучше тебя в мире никого не будет». И вот эти слова меня так зацепили, их даже помнит сейчас моя сестра Вика, подруги, которые слышали. И вот это, наверное, меня так подстегнуло, что я поняла, что я могу быть лучшей в мире. И когда я его не стала, уже мы перешли к Кузнецову Михаилу Павловичу. Самый первый тренер Юлии – ее отец Михаил Иванов. И, конечно, не обошлось без рассказа о первых шагах в спорте нынешней олимпийской чемпионки. Секрета никакого не раскрою. Юля, как и все многие олимпийские чемпионы, в детстве была очень слабым ребенком, который часто болел, простужался. Переняла она болезни и мамы, и папы. То есть все грехи за нас замаливала. Ну, поэтому решили помочь. Вначале просто закаляться, заниматься спортом для того, чтобы быть здоровыми, сильными, чтобы было хорошее будущее. Про медаль сразу скажу. Ну, не думали, не мечтали никогда, конечно. Но когда поняли, что куда мы, скажем так, попали, это было первое выступление, когда мы выступали мама, папа, я в Анапе. Юле было 10 лет, Вике было 8 лет. Мы поехали, съездили и оттуда приехали с бронзой. И мы поняли, что мы способны на многое, тем более, что наши дети с удовольствием наш курс выбрали, поддерживали мы их, а не нас. Ну, и стали мечтать, конечно. Юлия Зарипова отметила, что перед юными спортсменами сегодня стоит непростая задача. Часто условия для тренировок оставляют желать лучшего. Надо пройти через какие-то препятствия, не только на дорожке, но и в жизни, чтобы добиться какого-то уровня, и чтобы это было ценнее потом. Но на самом деле не хватает школам дорожки, не хватает инструмента, тренажеров. Ну, они бы не помешали, я скажу. На пресс-конференции задавалось много вопросов, но самые каверзные были заданы до того. Во время встречи Юлии Зариповой с ее маленькими поклонниками. В школе я была настолько тепло, искренне. Дети задавали вопросы, было очень много вопросов, очень разные были. Даже один вопрос меня застал в раз плохо, когда меня спросили, какая картина вам нравится, больше всего. Ну, естественно, я растерялась, потому что я этим глубоко не интересовалась. Единственное, со школы я вспомнила, врачи прилетели. Но мне всегда хотелось иметь такую книгу, где именно наши советские художники, где картины изображены, чтобы не отставать, наверное, от культуры. У всех присутствующих журналистов, операторов и фотографов была возможность рассмотреть и запечатлеть золото Зариповой во всех ракурсах. Мария Чуракова, Вероника Юркова, Алексей Литвинов, Игорь Асанович, Волгоградское деловое телевидение.